Михаил, сегодня радостно день у украинцев. Вернули наших 100 защитников и в Херсоне принимали 24 незаконно вывезенных ребенка. Хочется спросить, ну из того, что можно сказать, насколько это тяжелая работа, насколько это сизифов труд. И все мы хотим, чтобы были возвращены как можно большее количество. Президент говорит о том, что в планах у нас 100% вернуть наших военнопленных. Дождутся ли они, я имею ввиду тяжелейшие физические условия их там пребывания? Тяжелейшая работа, потому что опять же Россия не относится к странам с гуманистической составляющей. Для них безразлично свои военнопленные. Для них безусловно истязание как способ воздействия на наших детей, принудительно депортированных на наших военнопленных и гражданских пленных. Не забываем, что в плену находятся не только военные, но и гражданские. И истязание на оккупированных территориях граждан Украины, которые в любом случае проявляют лояльность именно к Украине и продолжают и остаются лояльными к Украине и так далее. Для них это является принципиальным вопросом издевательства. То есть, понимаете, когда слабая нация, Россия слабая нация, просто она количественно большая, с накопленным сырьевым ресурсом, с накопленным военным ресурсом, имеется ввиду советским, она вот за счет этого ресурса всегда выдавала себя за сильную нацию. Нет, это очень трусливая, очень слабая нация, которая как раз и может издеваться над людьми, которые находятся без оружия на оккупированной территории или над военнопленными. Для них это и есть комплекс реализации. То есть, они таким образом реализуют сами себя, потому что других компетенций у них нет. Россия, еще раз подчеркиваю, с точки зрения креации, с точки зрения технологичности, с точки зрения современного креативного мышления, на задворках цивилизации находится. И, конечно же, они это компенсируют ненавистью, которую реализуют через истязание тех же военнопленных наших и тому подобных. Поэтому, безусловно, вы правы, это тяжелейшая работа, которая занимается штаб по обмену пленными, он чрезвычайно много, круглосуточно, 7 на 24 работает, несомненно. Есть очень много площадок, на которых идут переговоры, имеется ввиду фамилии практически всех наших военнопленных, они так или иначе верифицируются, вносятся во все списки, Россия вычеркивает и так далее. Тяжеленный процесс, но я тут соглашусь, солидаризируюсь с президентом Зеленским. Несомненно, цель номер один, это, безусловно, обмен всех. То есть мы должны будем забрать всех своих граждан и всех своих детей. И тех граждан, которые вынуждены были там либо депортированы с оккупированных территорий в России, либо вынуждены были туда бежать от боевых действий, но не находятся в лояльном режиме по отношению к Российской Федерации и так далее. Вы знаете, тут для меня важный другой аспект. Вот несмотря на уже 14 месяцев практически войны, очень удивительно иногда видеть, что у нас до сих пор в Украине находятся люди, которые так или иначе являются коллаборантами и скрытыми. Они не находятся на оккупированных территориях, а находятся на территории Украины, и они там помогают так или иначе сливать информацию России и тому подобное. То, что СБУ ежедневно проводит там мониторинговую работу, проводит аресты и так далее. У меня в голове это немножко не укладывается, насколько надо быть низменным человеком, да, то, что видит, что делает Россия на чужой территории, как она массово вырезает здесь граждан, уничтожает населенные пункты. Вот посмотрите, нет у нас на сегодняшний день Бахмута, да, ну то есть полностью уничтожена Авдеевка, Бахмут, Солидар, просто стерт. Я из последних только городов говорю, да, маленьких городков и так далее. И ты все равно продолжаешь как-то поддерживать лояльность по отношению к чудовищному, по сути, нацистскому, давайте прямо называть, исходя из той идеологии, которую они исповедуют, идеологии уничтожения другой страны по признаку гражданской принадлежности, вернее, государственной принадлежности режима. Это очень странно для меня. Многое изменится наверняка после победы Украины. Победа Украины в той войне незаконной, которую Российская Федерация развязала против нас. А эта победа, естественно, сопряжена с контрнаступлением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok